Какие из гемобластозов являются перспективными для иммунотерапии, а какие нет? И, наверное, я не дам ответ на этот вопрос, я заранее скажу, но, по крайней мере, какое-то свое представление об этом смогу донести. Если мы посмотрим на частоту заболеваемости гемобластозами, то мы увидим, что где-то, наверное, процентов 60 всех заболеваний – это б-клеточные опухоли, процентов 30 – это миелоидные опухоли и процентов 10 – это все остальные линейные опухоли, в основном-то клеточные. Судьба не без иронии, и когда Зелик Эсхар сделал свой первый карте-продукт в 90-м году, он его испытывал на диффузной б-крупноклеточной лимфоме CD20-положительной, и это был анти-CD20-кар, наверное, не потому что он думал, что спустя 30 лет будут созданы именно анти-б-клеточные клинические кары, наверное, потому что это была просто опухоль, которая очень легка в обращении, в создании лабораторных моделей, поэтому, наверное, первый кар был анти-CD20. И уже спустя столько лет мы из всех зарегистрированных продуктов фактически имеем только линейные б-клеточные карте-продукты. И самое интересное, что 90% всех карте-продуктов, которые разрабатываются, они тоже б-клеточные линейные, все остальные относятся к другим линиям, но не опухоль-специфичные. Почему нет перспектив опухоль-специфичных каров? Потому что мы на сегодняшний день знаем, что все онкологические заболевания, которые мы лечим, имеют очень сложную генетическую структуру. И это относится, вот здесь приведем пример, хронического линфоликоза, островолифобластного линкоза, диффузно-б-крупноклеточные линфомы. Поэтому невозможно сделать какому-то одному опухолевому антигену и белку карте-продукт, который был бы эффективен для всего полу пациентов. Кроме того, мы знаем, что существует клональная эволюция в процессе заболевания, и очень много работ практически при всех вариантах гемобластозов, показывающих вот эту клональную эволюцию. Но обычно все эти работы фокусируются на нескольких точках, от двух до пяти точек, в которых оценивается клональный состав. Тем не менее, на сегодняшний день развивается такая теория континуума опухоли, соответствующая теории Дарвина, при которой 99% видов уже вымерли. И, соответственно, когда мы имеем опухоль в какой-то момент времени, мы понимаем, что 99% клонов этой опухоли на этот момент тоже вымерли. Поэтому спектр субклонального состава, по-видимому, существенно больше, чем тот, который мы можем зафиксировать в конкретный момент времени. Поэтому перспектив, наверное, у опухоль-специфичных карте-лимфоцитов нет. Соответственно, остается вопрос линейных карты-лимфоцитов. И здесь необходимо, чтобы выполнялось несколько требований к этим продуктам. Самое главное требование – это чтобы была низкая off-target активность. И на сегодняшний день существует несколько таких баз данных. Это Protein Atlas, GeneCard, где можно посмотреть, какой антиген имеет экспрессию на каких здоровых тканях у человека. Если мы посмотрим на картинки из этих атласов для существующих уже антибоклеточных карте-продуктов, мы увидим, что, например, в отношении CD19 вообще нет экспрессии ни на каких органов, кроме лимфоидной кровотворной системы. В то же время, в отношении CD22 уже есть какие-то отдельные проявления экспрессии на андотеле отдельных органов. И если мы посмотрим, какие выбираются карте-клеточные продукты для исследований, даже доклинических исследований на этом этапе, в отношении… Здесь пример поведен, множественные мейломы. Мы увидим, что выбираются в первую очередь те продукты, у которых низкая off-target активность. То есть, например, наибольшее количество исследований на сегодняшний день связано с анти-BCMA и антисламов-7 каром, при том, что анти-CD38 мишень является очень перспективной со стороны антитела. На сегодняшний день это стандарт терапии множественной мейломы. Исследований карты-клеточного продукта в отношении этого мишени очень немного. Почему? Потому что это очень распространенный антиген, и он встречается в организмах, начиная с морских губок у живых организмов. Поэтому, по-видимому, клиническая токсичность этих продуктов будет очень сложно контролируема. Второе требование к мишени карты-клеточного продукта – это продукт должен быть эффективен. Здесь влияют три основных фактора на эффективность. Во-первых, как быстро пролиферирует опухоль. То есть, пролиферирует ли она быстрее, чем карта-клеточный продукт, или карта-клеточный продукт пролиферирует быстрее, чем опухоль. И все опухоли на этой картинке из журнала Science располагаются на восходящем тренде пролиферативной активности. Во-вторых, есть разные другие факторы опухоли. В первую очередь, факторы микроокружения, которые тоже обеспечивают рефрактерность опухоли к токлеточной терапии. И третий момент – это как много мутаций происходит в опухоли. И вот под пунктом «Б» здесь показана классическая картинка Мишеля Сиделайна, где показано, как разделяются опухоли в зависимости от количества их мутаций. Соответственно, чем более мутирована опухоль, чем чаще возникает мутация, тем чаще таргетная мишень изменяется к карта-клеточному продукту, потому что карта-Т всегда таргетирует одну какую-то последовательность аминокислот. Если она меняется, то, соответственно, карта-клеточный продукт становится неэффективным. Ну и третий аспект – это другие аспекты безопасности. Даже на основании зарегистрированных продуктов мы понимаем, что спектр побочных эффектов очень сильно различается. И различается, во-первых, в зависимости от мишени, во-вторых, в зависимости от сигнального домена костимулирующего, возможно, различается в зависимости от таргетируемой последовательности аминокислот. Поэтому у каждого карта-клеточного продукта свои особенности безопасности. Это тоже очень важный фактор в плане выбора мишени. Что мы знаем о линейных б-клеточных карах на сегодняшний день в плане этих критериев? С точки зрения безопасности мы на сегодняшний день понимаем, что это очень безопасная терапия. Это исследование, которое мы провели в рабочей группе BMT по осложнениям, которое сравнивает токсичность карты терапии в зависимости от коморбидности. Сюда входят пациенты с, например, тремя-четырьмя баллами коморбидности по шкале трансплантационной коморбидности. Тем не менее, никаких различий в вероятности летального исхода у этих пациентов нет. То есть даже очень коморбидные пациенты могут достаточно легко переносить эту терапию. И если вы посмотрите, всего 2% летальности, при том, что это пожилые пациенты, коморбидные пациенты. И отсроченная летальность составляет дополнительно всего лишь 1%. То есть мы можем сказать, что анти-CD19 кар на сегодняшний день это безопасный вариант терапии в сравнении с, например, трансплантацией. Если мы двигаемся в отношении других каких-то мишеней, то здесь у нас, конечно, появляются дополнительные нежелательные явления. Мы все знаем о особом варианте нейротоксичности при применении анти-BCMA кар, который вызывает такое паркинсоноподобное расстройство. Или если мы переходим на анти-CD22 кар, то мы видим, например, эндотелиотоксичность, мы видим ДВС-синдром у четверти пациентов, мы видим у 5% пациентов атипичный гемолитикум и ремический синдром. Поэтому, скорее всего, все остальные варианты анти-Б-клеточных линейных кар будут иметь худший профиль безопасности, чем анти-CD19 кар. Что известно о долгосрочной токсичности этих кар. Есть такое опасение, что у этих пациентов будет очень много инфекций. Оказалось, что это совсем не так. Всего 2% серьезных нежелательных явлений у тех пациентов, которые пережили 6 месяцев от карте-терапии. И они, в общем-то, единичные при использовании двух анализируемых карте-продуктов. Тем не менее, с эффективностью анти-CD19 карте-продуктов на сегодняшний день есть проблемы. И они, в первую очередь, связаны с мутацией мишеней. Даже такой консервативный антиген, как CD19, он мутирует. Во-вторых, есть проблемы с истощением карты-клеточного продукта. И есть проблемы с тем, что не удается вызвать апоптос целевых клеток-мишеней за счет тех мутаций, которые наблюдаются. Поэтому, наверное, нам не нужны при B-клеточных линейных опухолях другие мишени. Нам нужны более эффективные кары, которые будут преодолевать вот эти механизмы резистентности. На сегодняшний день это решается несколькими вариантами. Например, в исследовании карте Тьют использовался карте-продукт к двум эпитопам. И уже предотвращая ситуацию, когда мутирует целевая последовательность аминокислот, мы уже имеем лучшую выживаемость. Также анализируется применение двух карте-клеточных продуктов анти-CD19 и анти-CD22. И анализируется применение сочетания с таргетной терапией карте-продуктов, например, при хроническом лимфоликозе. Во всех этих трех случаях мы видим увеличение долгосрочной эффективности более чем на 50% беспрогрессивной выживаемости. Поэтому, скорее всего, развитие именно анти-бэклеточных карте-продуктов будет идти в направлении совершенствования дополнительных их эффективности, но не безопасности. Есть ли перспективы в отношении миелоидных опухолей? Если мы посмотрим в отношении потенциальных мишеней, то те карты-продукты, которые разрабатываются, имеют действительно достаточно низкую офф-таргет активность. Особенно, например, CD123 кар. С другой стороны, при миелоидных опухолях мы имеем совершенно другие проблемы. Во-первых, это гораздо более интенсивно пролиферирующие опухоли. Если мы сравним количество клеток, которые образуются при остром миелоидном ликозе в день, оно сравнимо приблизительно с общей массой опухоли бэклеточной, которая развивается в течение нескольких месяцев. То есть, во-первых, мы имеем большую скорость пролиферативной активности, наверное, исключение – это миелодиспластический синдром, но там есть другие проблемы, о которых я скажу позже. Во-вторых, это очень сильно мутированные опухоли. Например, мы проводили исследования, где оценивали такие нетипичные гены для мутации, например, гены контрольных точек. И увидели, что при миелодиспластическом синдроме очень большое количество мутаций в рецепторах контрольных точек. То есть даже антитела, которые их таргетируют, они будут в значительной степени неэффективны. Точно так же и карто-клеточный продукт будет сталкиваться с той историей, что все время мишень будет изменяться. А на примере ковида проведено очень много исследований, что происходит, если хотя бы даже заменяется одна аминокислота в последовательности спайк-протеина, фактически теряется активность блокирующих антител. Третья история заключается в том, что в отношении милопоэза даже у здорового человека существует очень важная роль системы контрольных точек. И вот мы буквально несколько недель назад направили на публикацию статью, где показали, что очень высокая экспрессия PDL1, TIM3 миелоидных супрессорных клеток в нормальном костном мозге, и это обеспечивает функцию регуляции нормального гемопоэза. Тем не менее, при миелоидных опухолях опухоль эксплуатирует вот эту систему, и у них значительно повышенная экспрессия PDL, TIM3, и значительная доля повышения миелоидных супрессорных клеток, поэтому, скорее всего, очень важную роль будет иметь дополнительные механизмы резистентности к ортеттерапии при миелоидных опухолях. Таким образом, именно миелоидные неоплазии представляются маловероятными для реализации. Ну и третий момент, связанный с миелоидными неоплазиями, что очень много мутаций наблюдается в генах, отвечающих за апоптос. То есть даже если мы преодолели все предыдущие проблемы, вызвать апоптос у этих клеток очень сложно. Ну и на сегодняшний день опубликованы всего две серии пациентов, по три пациента применения анти-CD33, анти-CD123, карты клеток, и там действительно очень скромные результаты у этих пациентов. Ну и последняя группа заболеваний, за исключением редких форм, например, НК клеточных опухолей, это Т-клеточные опухоли. Здесь надо сказать, что различаются Т-остролимфобластный лимфомы и Т-клеточные лимфомы по своей генетике и своей биологии очень сильно. Поэтому надо их рассматривать отдельно друг от друга. Если мы посмотрим на результаты лечения Т-остролимфобластного лимфомы, то в принципе они сравнимы с лечением Б-остролимфобластного лимфомы при использовании анти-CD7 карты клетчатого продукта. Конечно, это китайское исследование, но тем не менее каких-то оснований пока не верить, ему нет. И все боялись, что мы увидим очень выраженную иммуносупрессию. Тем не менее, вероятность летальных осложнений состоялась всего от вторичных инфекций, всего 5%. По-видимому, неусиленный карты продукт не травмирует нормальные Т-клетки за счет тех механизмов защиты, их, которые существуют. Если мы перейдем к Т-клеточной лимфоме, то здесь уже Т-клеточная лимфома обладает всеми механизмами защиты Т-клеток нормальных и наоборот даже их эксплуатируют для защиты от собственной гибели. И поэтому, скорее всего, за счет вот этих факторов микроокружения, факторов экспрессии легандов контрольных точек карта-клеточная терапия неусиленная, скорее всего, будет неэффективна. При этом, если мы будем делать так называемый armored карты, клеточный продукт, который будет преодолевать эти механизмы, то, скорее всего, мы столкнемся с такой же историей, как мы видели, например, при полной Т-клеточной деплеции, при лечении реакции трансплантата против хозяина анти-ACD52 моноклональными антителами, когда мы видели практически 70% летальность от многочисленных оппортунистических инфекций, потому что вот этот armored карты, он уже будет, скорее всего, уничтожать и здоровые Т-клетки. Ну и в конце мне, наверное, хотелось бы немножко модифицировать такую вот схему Роберта Питера Гейла, которая на наших конгрессах все время показывала, что очень сложно найти при гемобластозах ту мишень, которая будет, во-первых, доступна для терапии, которой можно сделать лекарство, которая будет безопасна и эффективна. Вот если мы говорим про карте, для всех неоплазий есть доступная мишень. При этом для 90% неоплазий есть безопасная мишень. И для 60% гемобластозов, в первую очередь B-клеточных опухолей, скорее всего, нам удастся создать картоклеточный продукт, который будет эффективен без потери безопасности. Но остается вопрос фармакоэкономической целесообразности, поэтому, скорее всего, в ближайшее время будем лечить только 10% гемобластозов, максимум картоклеточной терапии, и это нашло, на самом деле, именно фармакоэкономик отражение в тех рекомендациях и BMT по применению карте, которые были опубликованы буквально несколько недель назад, и у нас не так много стандарта применения этой терапии. А если говорить о B-клеточном остро-лифобластном лейкозе, то активное рефрактерное заболевание вообще не вошло в показания. Единственным показанием для БОЛЛ у взрослых является минимальная остаточная болезнь. На этом я хотел бы поблагодарить Кирилла Викторовича, Марину Олеговну за помощь в подготовке материалов и нашу большую команду. Спасибо.